Субтитры сделал DimaTorzok 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 Они как раз и не выехали Субтитры сделал DimaTorzok Они как раз и не выехали Это различные упражнения с мидболами Штанги, швунги различные со штангами Приседания, выпады, толкания и тележки Забрасывание мидбола вверх и так далее Дали очень много упражнений из стритворкаута Но вот фишка в том, что я говорю Да, солнце так падает, что у меня лица не видно из-за зеркала Ладно, сейчас мы развернемся, все будет нормально Вот Очень-очень много, большое количество будет упражнений Для, вернее, из боевых искусств Из специальной физической подготовки А там уже будет с нюансами Будут там и программы, где таких упражнений От 40 до 50 процентов От 60 до 80 И от 80 практически до 100 Ну, до 95 процентов Вот это разные программы, которые направлены на разные задачи Для тех, кто больше, значит, тяготеет И в ней, кто ставит себе задачи Именно физической самгеподготовки Для тех, кто больше готовится к соревнованиям И надо потянуть функциональный тренинг Или войти в нужный вес Без фармако-химической поддержки Без диуретиков, без ничего Вот, без этих всех вещей То есть вот на это направлено Интересно А почему это интересно для всех? Ну, хоть это и в Иванове будет В клубе Файт Фитнес Но эти программы будут доступны Также через интернет Всем саможелающим Какая-то часть их будет бесплатная Какая-то часть в виде мобильного Это приложение выйдет, будет платная Вот, в принципе Приходишь в любой зал, где есть Все, что необходимо для кроссфита И для снарядной подготовки То есть висят боксерские мешки Груши, подушки настенные Или хотя бы что-то из этого А также есть свободные веса То есть гириганты или штанги Запускаешь это мобильное приложение И очень это напоминает Как вы, предположим, посещаете Вернисаж, там, в Третьяковскую Где-то в галерею Или что-то еще То есть покупаете там аудиогид И пошли, да Поверните направо там то-то, то-то, сё-то То есть вы практически переходите От одного снаряда к другому Под руководством вот такого Виртуального тренера Хотите, слушайте Когда уже программу поняли Само знаете, вам достаточно Только музыку слушать Которая идет и заниматься в программе Либо же можно Значит, вывести это все на Вот экран большой И заниматься еще в сопровождении Аудиовизуального сопровождения То есть вообще прям чики-пики То есть интереснейшая вещь Рассказываю вам это Как некое ноу-хау Но, понимаете В нашей стране ничего не удержится Не утаится вода ни в одной жопе, что называется Поэтому все это станет известно очень быстро И суть в том, что Просто интересно этой программой Лишь бы людям была, как говорится, польза То есть польза занимающимся А реализовано это будет Прежде всего мной То есть эти программы буду составлять я Почему я этим занялся Ну, потому что есть определенные знания Так как я врач, ортопед, травматолог, инвалидный терапевт Специалист по спортивной медицине Биомеханике Вот И к тому же я все это практикую сам И боевые искусства И кроссхид Поэтому могу Достаточно Ну, уверенно построить и микроциклы И мезоциклы Таких тренировок Составить правильную программу для определенного Самконтингента возрастного Ориентируясь, например, на нагрузки на пульсовые зоны Значит, людей От разного уровня подготовки От разного возраста И так далее То есть скрин-тесты провели Померяя свои пульсы под нагрузками Желательно давление И выбрали себе программу Несколько тренировок адаптационных Вот Они идут с постоянно повышающейся нагрузкой Вы сразу поймете, какую тренировку удерживаете Какую нет И уже отталкиваясь от того барьера Какую тренировку вы удерживаете Вы начинаете строить Дальше свой тренинг Вернее, он за вас уже построен Просто вам с этого сетапа Надо брать готовую программу И идти по ней успокоен дальше Все Все просто, все понятно Ну, это первая была новость Вторая новость Значит Это на моем сайте Буду.блог Вышла статья прикольная Это как раз Перекликается с темой Про придурков с Валитуда.ру Придурками я их называю по-доброму Вот Хотя это и мои тролли И мои-то хейтеры Но это такие Добрые и безобидные придурки Вот Которые делают жизнь Довольно-таки веселой Вот Они думают, что Я, наверное, делаю жизнь веселой Хотя для некоторых нет Некоторые прямо там Кипятком Писывают Некоторые там Злобно завидуют Но в основном Там Еще это глумит с народством В том числе Вот Так вот Что, собственно говоря, произошло Интересная самая статья Вам она понравится Потому что там еще есть интересные Смотрите, картинки Как раз Рекламируя То есть Выступая В качестве рекламного лица Клуба Файт Фитнес Где вот все реализовано будет То, о чем я рассказал Вам Раньше чуть-чуть Да, в этом Ну, это видео Подкасте Я выложил в сети Несколько фотографий Сомсвоих Где я рекламирую Этот сам клуб Где показываю Карточку данного клуба И с такой прочим И Я предложил Некий конкурс Там Такой-то шутливый Который в том числе И Расположил На всех ресурсах И в том числе На Валютуду.ру Потому что Я веду там Пару дневников Вот Для тех Кто это читает И читает Этот ресурс Довольно много Посещает народу Потому что Это популярный ресурс В общем-то Ну, форум популярный Вот Так что Я ему рекламу Сейчас даже делаю Еще дополнительную Вот И, значит Нашлись там люди Которые решили Похахалиться Над этими фотками И Это подшутить И сделали Несколько прикольных Таких шаржей Самошутливых Вот Кстати Некоторые из них Прямо ну реально Такие эти приколистки Интересные Я даже взял На, значит Аватарку Несколько штук себе Вот Ну, на разные Саморесурсы Вот Но Что, значит Стали писать Некоторые товарищи Кто-то И кто-то Дело создавал Прямо Они возмутились Так и говорят Так и так Как же так Он там Типа Не Не лузнул И не лайкнул Там Под нашими Этими фотками Пятое Десятое Вот А взялся на Аватарку Там Мы прямо там У нас Это горит Самый пукан Нас Бомбит От этого Ну, ребята Я так думаю Про себя Такие нормальные Взяли мои фотографии Без всякого спроса Без разрешения Я, кстати И Даже И не просил Да Вот И ничего Обещал Вот Взамен Наделали Значит Кучу Таких вот Шаржей Причем Некоторые Это нормальные А некоторые Откровенно Дурацкие Которые даже Претендуют на то Чтобы Ну, так Быть Слегка Скорбительного Даже Типа Некоторые Прикольные Вот И теперь Так и так Это наше Там Интеллектуальное Право Ну, вот Как же он это взял Ребят Думаю Прости Я ничего не говорю Взяли мои фотографии Без спроса На них Потренировались Смоги Без спроса Что-то выдали Там, да Ну, то Издевались Над ними И теперь Еще что-то Хотите Это вообще Прикольно Конечно, да Ну, это ладно Дело десятое Просто Иногда поражает То, что Когда идет Адекватная Реакция То применяется Система двойных Стандартов Когда Часто человеку Если, предположим Ответить хамством На хамство Вернее, просто Отзеркалить Там его Самогимонеру Которую предлагает Общаться он То он начинает Принимать это За хамство И все вот это Собственно говоря Это работает И Значит Закончилось тем Что некоторые товарищи На меня Прямо Прямо Заподобились Там Губу надули Вот И Занялись Прямо Ну, откровенным Хейтингом Уже В том плане Что Стали лазить На мои В мои Социальные сети Почему я сейчас Об этом Рассказываю Потому что Вы Возможно Там увидите В комментариях В моих социальных сетях Какие-то Нелицеприятные Такие Всякие Вещи Вот И даже Стали писать Моим родным И близким Всякие Эти Всякие Такие Всякую Херню Ну Не очень хорошие вещи И Главное Чем стали шантажировать Что мы Вынуждены Будем Раздать Ссылки На Сайт Валютуды.ру Всем вашим друзьям И знакомым Ребята Вот так и хочется сказать Давайте Раздавайте Всем Я даже Всем скажу Все кто меня Слушает Сейчас Все мои Подписчики Мои читатели И так далее Я вам Сейчас прям Сам говорю Есть такой Сайт Называется Валютуды.ру Там есть Значит Форум Где Горстка Таких Придурков Значит Всячески Пытаются Захейтить Все мои Посты Мои Все Статьи Которые Там я пишу Для людей Которые Это дело читают А комментируют В основном Те кому Заняться нечем Вот они Занимаются Хейтингом У них Постоянно В отношении Меня Пукан горит Потому что Возникает Такая вещь Что Если у человека Нету Никаких Своих Достоинств Это я про них Говорю То они Пытаются Хейпануть На Принижении Достоинств Свои Другого Человека И поэтому По любому По моему Поводу Чтобы я С ним Не выложил Там Начинается Такая Соглумливая Критика Хейтинга Троллинг И так далее Я в итоге Для того Чтобы не видеть Вот это вот Все Я их просто Поставил В черный список Для того Чтобы не видеть Их сообщений На самом Форуме Для того Чтобы я мог писать И отвечать только тем Кого я вижу И понимать Суть Своего Повествования Чтобы мне было видно Мои сообщения Хорошо Что я писал И чтобы не повторяться Вот буквально Но Если вам интересно Как хейтят меня Как меня Троллят Вы пожалуйста Можете Посетить данный ресурс И можете Присоединиться К этому троллингу Вот Можете А можете Ну Я не хотелось бы Втягивать вас Всех Вот в это вот Нелицеприятное Как бы Общение Потому что Если у вас нет общения Если у вас нет Опыта Общения На подобного рода Троллинговых Форумах И вот такие Происходят вещи То я боюсь Что вы просто Втянуты будете В личные Споры С вот такими Профессиональными троллями И будьте расстроены Понимаете Откуда У людей Столько Злобы Хамства Как сказать Веры В безнаказанность И так далее И Они попортят вам Самонастроение И вы Втянетесь Вот в эти Сомненужные дебаты И все такое прочее Но если у вас Устойчивая психика Если вы Не реагируете На всякую фигню А меня Ребята Отстаивать Не надо То есть Пытаться там Защищать И все такое прочее Писать там Какое хорошее Что вы не понимаете Им это только Лишь и нужно Поэтому Не вникайте Вот Но Но Похахалиться Там иногда Есть реально Над чем По крайней мере Для тех Кто занимается Боевыми Искусствами И видами Самспорта Очень иногда Полезно Посещать Такие вещи Для того Чтобы Понимать Как еще Проходят Собственно говоря Бои И не только На кулаках Ну и чисто Психологически Вот Это Тоже полезно То есть Укрепляет Самопсихику Я вам скажу Ребят Что у меня На самом деле Опыт общения На форуме Достаточно большой И в основном Он был Раньше Крайне негативным В каком ключе В том что Пока я был молодой Самге горячий Я тоже пытался Зарубиться И пытался Там отвечать Лично Всем Значит Кто в отношении Меня там Задавал какие-то вопросы Либо что-то писал Причем С хамами По-хамски Условно говоря Но в основном Я как говорится Хамил В личку А не на форуме Потому что Это флуд Но учитывая то Что Когда люди понимают Что интеллектуальный Уровень оппонента Намного выше То его проще Просто перейти На личности И вытаскивать Просто на хамство А если эта группировка Довольно большая То туда Присоединяем То Конечно Модераторы Оказываются На стороне большинства И в итоге Окажешься забанен Что называется Деревья политика Другая совершенно Я по этому поводу В свое время Записал целый подкаст О том Как вести себя На форумах Я просто не реагирую И это Мое нереагирование Как это С невозмутимость Она просто Доводит до белого коленя Этих троллей И вот Они просто уже дошли Да я еще Конечно не знаю Как они далеко зайдут Возможно Там зайдут Дойдут и до прямых угроз Там и всего прочего Но учитывая то Что это Просто балаболки Знаете Вот очень Интересно Посмотреть Эту песню Которая называется Бомбанула Просто наберите на ютубе Бомбанула И у вас сразу Будет этот ролик Вот это точно Про них Вот И вообще Прикольно Короче говоря В общем Троллить троллей Это просто Высший пилотаж Вот так вот Поэтому я вас всех Туда приглашаю Если вам интересно Если нет Значит нет Без проблем Вот так вот Так что это все Взаимосвязано А посмотреть Все эти шаржи Да Вот эти вот Эти все карикатуры Вы можете на моем сайте БудуBlog.ru Можете просто набрать В Яндексе Самзаброс БудуBlog Михаила Шилова Или Блог Михаила Шилова Вы тут же попадете Этот апост Он самый крайний То есть он самый верхний Сейчас на данный момент А сегодня у нас То ли пятое То ли шестое Февраля В общем какое-то февраля По-моему Шестое Наверное А может не шестое В общем я не помню Когда работаешь сам на себя То понимаете Дни недели Не имеют никакого Самого значения Потому что у тебя Всегда выходные И все твои Это выходные Это все рабочие дни И в принципе Занимаешься чем хочешь Поэтому нет такого Что там А там рабочую неделю До конца дожить Иногда я это знаю Только что выходной Это по своим родным Которые в этот день Находятся дома Вот и все Вот так вот А сейчас я еду С тренировочки Такая тренировка Сегодня была Чумовая Сегодня мы работали С борцовскими куклами Вот Ну очень тяжелый тренинг Фактически он и был построен По программе Кроссфайтинга То есть Это интервальный тренинг Построенный В раундах Очень тяжелые Масса борцовской техники Специальных упражнений С борцовскими куклами В связи с чем Значит анекдот Который Несколько в тему Ну чисто похохалится Вот Над собой же Или так вообще Параллельно Один мужчина приходит К врачу И говорит Доктор У меня перед сексом С моей женщиной Все время страшно Кружится голова Ну врач Давай обследовать его Со всех сторон Сосуды Там доплерографию Все Неврологический статус Там Превозбуждение Без возбуждения Все посмотрел Все Никаких проблем абсолютно То есть он говорит Я не знаю У вас никакой патологии Я не выявляю И не должна голова кружиться Вот у вас Как я эти тесты делал Голова кружилась Там Нет Так подождите А что же вы делаете Со своей женщиной Перед сексом Ну как что Говорит Надуваю Вот Голова И закружилась Да Вот так вот Друзья Это что Что касается Кукол Ну здесь конечно Куклы совсем другие Они тяжеленные Вот Специальные Такие Манекены Будем разрабатывать Наверное кстати Технологию По По шиву Специальных Манекенов Более Анатомических И более Значит Адаптированных Потому что Стандартные Манекены Они конечно Ну Не очень удобны При проведении Огромного количества Сбросковой техники Подразумевающие Такие моменты Когда Противник Должен согнуться При броске В пояснице Предположим Большой высокий Манекен Где тяжелый Невозможно бросить С колен Да Бросок сделать Например И так далее Неудобно Не работает Так как надо Поэтому надо Чтобы манекен Обязательно Изламывался Да При подсаде таза В область таза Чтоб он Не перегибался Вот будем думать Как это сделать лучше Думаю Что все придумает Вот Кстати Опять же Значит Разработали Еще одна новость Значит Разработали Новую конструкцию Мешка Вернее Эту конструкцию Мешка Я разработал Очень давно Сто лет назад Но В жизни Воплотить У меня Все это дело Не получалось Никак А теперь появилась Просто возможность При Отоснащении Вот новая клуба Fight Fitness У нас Появилась Возможность Сделать на производстве Любые мешки Потому что появилось Такое производство Где Наши собственные Где это можно все делать Ну это не мое производство Вот А моих товарищей Вот Но технологию разработал я Уже давно И Как говорится Контроль За технологией Тоже осуществлял я Мешки Мешки просто Офигенные В чем их особенность Я потом расскажу Но они Никогда Не сваливаются То есть Такого нету Что после работы Там в течение месяца Там или двух Они снизу будут Каменные А сверху Там вообще Это пустые Вот этого никогда Не произойдет Это принципиально Невозможно Во-вторых У них очень быстро Меняются чехлы То есть Поэтому их можно Делать любые Кожаные Там И виниловые Любые Дерматиновые Как угодно Из чего угодно Брезентовые Авизентовые Вот И меняются они В одно касание Совершенно Как это хочется В-третьих Они утяжеляются Просто махом Потому что Есть специальные Технологии Подвеса С помощью которого Внутри мешка Может располагаться Тяжеленная Самчугунная Самчушка Либо труба Залитая Свинцом И поэтому Массу мешка Можно в одно касание Повысить Килограмм на 50 На 60 Сразу То есть Он весит Предположим 60 80 100 Килограмм А можно Его сделать Чтобы он весил 150 Или 180 Килограмм Причем Сделать это Просто Мгновенно Во-вторых Он никогда Не оторвется Не порвется В верхней части Где крепится кольцо Ну то есть Мы разработали Технологию Производства Очень профессиональных Снарядов Но по цене Гораздо ниже Чем это делает Предположим Тот же самый Firetex У которого Одни из самых лучших Мешков Какие только есть Которые не сбиваются Тоже Которые очень удобны При работе Которые тяжелые Ростовые мешки Наша технология Лучше Гораздо Вот так вот Друзья мои И об этом тоже Будет Ну известно Все Так что видите Новостей на самом деле Много Вот Кто Только что Присоединился К эфиру Обязательно Пересмотрите С самого начала И там Действительно Будет Некоторые Прикольные вещи И Реклама Коих вещей Ну Ресурс Умеется ввиду Не реклама А С предложением Пойти Зайти Посмотреть Думаю вам понравится Ну ладно друзья Всем пока Был рад с вами Увидеться До встречи До самой скорой До встречи Пока